Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала и сегодня я вам хочу показать свою мясорубку, приобрел я ее месяц назад, эта мясорубка сделана в России, называется Аксион, итак смотрим. Вот такую вот мясорубку я приобрел совершенно недавно, буквально месяц назад и скажу вам сразу, я ей конечно же очень доволен, корпус у нас пластиковый как вы видите, здесь сзади расположена крышка вот такая вот, где у нас спрятан шнур и дополнительные насадки, мелкая и еще одна, а установлена на мясорубке у меня крупная, длина шнура у нас ровно полтора метра, что очень хорошо и помогает нам естественно далеко присоединиться к розетке, здесь вот у нас пластиковый толкатель и пластиковый лоток, но я вам скажу сразу, пластик такой хороший, качественный и самое главное не вонючий, давайте я вам сейчас ее разберу и покажу все, что у нас есть внутри, здесь у нас идет первая шестеренка пластиковая, но я вам скажу пластик очень такой хороший, добротный, здесь у нас расположен сзади предохранительный пластиковый колбачок, это у нас защищает нашу мясорубку от попадания кости, вот эти вот четыре ребра внутри которые расположены, они сразу ломаются и мясорубка у нас остается целой, сейчас я вам его раскручу и покажу что у нас внутри, внутри у нас вот я как говорил крупная насадка, сам шнек и нож, нож у нас не кованый, но самозатачивающийся, теперь ее соберу и покажу ее в работе, эта мясорубка у меня мощностью полтора тысячи ватт и максимальная загрузка сто килограмм в час, а сейчас я вам хочу показать ее комплектацию, здесь у меня три дополнительных предохранительных пластиковых колпачка, одно уплотнительное кольцо, две насадки колбасные, приставка для приготовления КБ, также в зависимости от марки самой мясорубки комплектация может быть другой, также у меня идет сюда овощерезка, вот такая вот, здесь у меня толкатель, здесь у меня расположена защитная крышка и насадка крупная терка и также еще идут дополнительные две насадки, одна насадка мелкая терка и третья насадка, это у меня шинковка, здесь сбоку у меня расположена кнопка реверса и включение мясорубки и теперь на примере моркови, как вы все знаете морковь очень твердая, вот на ее примере я хочу вам показать как работает овощерезка, у меня стоит сейчас крупная терка, я уже пробовал конечно же и шинковку, но шинковкой я в принципе не очень доволен, мне показалось что она не очень качественно нарезает капусту, я уже попробовал, но мне как-то не понравилось, больше мне нравится вручную конечно же, а морковку как видите натирает очень неплохо, мне показалось хорошо, ну вот я натер некоторое количество моркови и как видите забивается внутри полностью морковью, но это в принципе болезнь у всех овощерезок такая приходится периодически вычищать, ну а так в принципе как видите морковь натирает очень хорошо, ну а теперь опять же на примере моркови покажу как работает сама мясорубка, у меня стоит крупная насадка и теперь я накидываю морковь и проталкиваю толкателем и как видите справляется с морковью эта мясорубка запросто, мне понравилось. Ну а теперь я вам показываю как эта мясорубка справляется с помидорами, если честно помидор я на ней перекрутил просто-напросто очень много, снизу там расположена дырочка, так что не бойтесь, томатный сок, внутрь мясорубки никак не попадет. Ну а теперь наверное самое главное я вам показываю как эта мясорубка справляется с мясом, с мясом эта мясорубка справляется сразу вам говорю очень хорошо, здесь у меня свинина, очень много жилок и как видите крутит просто-напросто великолепно, я уже на ней перекрутил можно сказать пол туши и перекрутил я все запросто, так что всем советую эту мясорубку, покупайте, не пожалеете, цена на нее очень небольшая по сравнению с импортными, так что пожалуйста приобретайте, не пожалеете, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, всем пока, пока.